Поговорим о трюках. Вы должны знать некоторые из них для скульптинга. Итак, возьмем самую обычную кисть. Браш уже у нас загружен с некоторыми элементами. И мы будем делать голову. Создание головы мы начнем с самой обычной сферы. И для этого нам необходимо выбрать сам примитив сферы. И затем конвертировать его в Polymesh 3D после создания. Также важно, чтобы он был в режиме редактирования. Значение подразделения у нас в Dynamesh должно стоять где-то 156. Ну и конечно же Dynamesh должен быть включен. Основа головы это овал. Для этого мы возьмем инструмент Move и немного вытянем эту область. Переднюю часть мы сделаем более выпуклой. Вот так нормально. Покажу вам несколько трюков. Сейчас мы сделали лишь основу. Это у нас вид спереди. Выберем Clip Curve. И обрежем немного по бокам вот здесь. Если вы хотите, то перейдите к саптулам и здесь сделайте Append и затем Куб. Затем вы можете деформировать этот куб. Вот таким вот образом. То есть, если вы нажмете Unify, то он сделает ваш саптул как описанным вокруг ваших других саптулов. Также мы включили Transplants и Ghost. Преобразуем куб. И активируем для куба симметрию по оси Х. Создаем здесь линию. И еще одну. И так же с других сторон. То есть, по всем осям. Теперь это линия ваших глаз. Теперь у нас выше должны быть линии бровей. Вот таким образом. Между бровей и нижней частью есть посредине линия для носа. Если вы хотите, можете использовать вашу сферу. И так же у нас есть линия губ, которая расположена между уровнем носа и уровнем подбородка. Вот так хорошо. Подбородок, сколы, нос, область над глазами и между носом и глазами. Так же у нас будут уши. Переместимся на боковой вид. Хорошо. Это вот средняя часть. Вот так это хорошо у нас выходит. Глаза у нас будут здесь. Хорошо. Так же линия бровей. Линия носа. На задней части у нас расположено ухо. И так же шея. Это основа нашей головы. Мы можем использовать это как референс для нашей работы. Если я перейду к саптулам и захвачу голову, то можем использовать это как наш гид для построения головы. Теперь давайте пометим линию глаз, носа. Вот здесь у нас будет линия глаз. Вот здесь у нас будет линия носа. Линия щек, линия уха, скул и различных высот. Это все мы обозначаем. Теперь будем подгонять нашу болванку со сферы под наши небольшие наброски с разных сторон. Намечаем, где у нас глаза. И проводим все те линии, которые нам необходимы для ориентации во время скульптинга. И теперь уже мы сможем работать дальше без куба. Нажму горячую клавишу L на клавиатуре на английской раскладке для включения lazy mouse. И теперь уменьшу значение интенсивности. Затем re-dynamesh и с помощью клой кисти намечаем брови. И затем вот здесь сколы немного и нос. Нос у нас пока что будет создаваться с помощью маски. Я не хочу использовать кисти, потому что я считаю, что так будет гораздо удобнее. Теперь я поменяю кисть и сглажу верхушку нашего носа. Вот таким образом. Применяю trim dynamic, standard brush. И делаю, конечно, все это очень грубо, но тем не менее у меня получается блокировать форму. Теперь вот средняя часть носа. И подбородок. И введем здесь его прямо к самому уху, чтобы хорошо выделить. Ушная дырка здесь у нас есть. Далее вернем куб. Вот здесь дыра должна быть немного выше. Исправляем это. И теперь у нас ушная дыра будет как раз по размеру. То есть мы наметили, что куда делать. Вот. Теперь это правильно. Также намечаю примитивную ушную раковину. И выдвигаем немного наше ухо. Чтобы как-то разделить его визуально от остальной головы. Также я добавил линию на заднюю часть. И здесь я еще больше выделяю сколы. И выделяю форму черепа и его объем. Немного блокирую форму лба. Хорошо. Для заглаживания формы использую Trim Dynamic кисть. Вот примерно у нас получается нечто такое. И мы тут еще сделали уголки на рот. Сделали губы. И теперь можем сгладить эту часть. Выделим чуть больше верхнюю и нижнюю губу. Выделим немного здесь. Передаем здесь течение линий. Если у вас есть референс человеческой головы. То вам будет немного проще это все делать. Референс это очень удобно. Он позволяет сэкономить ваше время. И сделать более достоверную модель. Теперь наша модель выглядит немного более настораживающе. Возможно это лишь мое представление о том, как это сейчас выглядит. Что-то похоже на инквизитора. Это все, что нужно для построения дальнейшего образа. Потому что мы будем еще делать множество изменений. Это будет потом. И я расскажу вам об этом. Это немного скучно смотреть, как я скульптю. Мы добавим сейчас остальные детали. Все те элементы, которые нужны. Все линии, которые нужны. И сохраняем все пропорции. Больше ничего особо мы здесь не делаем. То есть процесс довольно скучный. Да, вот возможно в ZBrush это еще скучно. Но я уверяю, что когда мы перейдем к топологии, то это будет очень весело. Вот так немного наращиваем губы. Хорошо. Я оставляю все это как есть. И нажимаю английскую IP для того, чтобы включить перспективу. Хорошо. Теперь давайте изменим материал и освещение. Хорошо. Вот выберем это. Теперь перейдем в меню освещения. И выберем различные углы для нашего освещения. Посмотрим, как это будет работать. Хорошо. Теперь давайте быстро-быстро нарастим шею нашему персонажу. Выделяю маской. И затем вытаскиваю. Вот так. Хорошо. Хорошо. Спасибо. 。